Самый веселый праздник в России – Масленица. Люди до сих пор верят, что если не повеселиться вдоволь в этот период, потом целый год придется жить в несчастье. Но славянцам это не грозит. В нашем городе праздник в честь окончания Масленичной недели прошел с особым размахом. С подробностями Тина Копачевская и Игорь Ванчугов. Кто это? Масленица. И когда придет? Стой, кто идет? Это я, Масленица. Прощенное воскресенье, заговенье, целовальник. Последний день Масленицы имеет разные названия и является кульминацией яркой, веселой Масленной недели. Впервые в нашем городе в этот день проводится конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленицы-2015». Участники конкурса представили шедевры из кукол, изготовленные руками их хозяев. Они с помощью своей фантазии и умелых рук превратили из подручных материалов невероятные образы. Традиция праздновать Масленицу является одной из самых любимых у студентов Славянского электротехнологического техникума. Учащийся с это Александр Петров вместе со своими однокурсниками в течение нескольких дней мастерили своими руками масленичную куклу – конкурсу «Сударыня Масленица-2015». И теперь рассчитывают только на победу. Мы затратили на неё из подушек всяких, тоже перья, не перья, чтобы её уплотнить. Сделали всё из подручных материалов. Назвали мы её «Сметанина Аладья Маслёновна», потому что она у нас прямо к масленице подходит. Педагоги школы номер 15 тоже постарались создать настоящую русскую красавицу. Кукла у них получилась очень яркой. Недаром на неё ушло столько времени, признаётся педагог школы Наталья Борзова. Задумки были давно у нас уже, потому что мы традиционно в школе всегда отмечаем масленицу. Но делали уже, конечно, в неделю, наверное, всю масляную неделю пекли блины и масленицу готовили. Коллектив фольклорного творчества «Кубанские песня Любы» образовался недавно, но в его багаже уже много выступлений. К конкурсу масленичных кукол участники коллектива готовились долго и очень ответственно. Они постарались использовать самые различные подручные материалы, а лицо у куклы было сделано с использованием техники папье-маше. Папье-маше лицо, кофточку. Всё пособирали, что подручные материалы. Бусы принесли, кто платок принёс, кто что. И вот так получилась наша кукла. Всё из подручных материалов. Пришла к нам масленица, принесла блину в домаслица. Оценивали мастерство конкурсантов компетентное жюри, в составе которого глава города Александр Коновалов, начальник отдела по работе с молодёжью, культуре, физической культурой и спорту администрации города Ирина Таран, заместитель начальника отдела по воспитательной работе Мария Мачнева. Удивить и зрителя, и жюри получилось у маленького мальчика, который уверенно представил на сцене не только масляную куклу, но и рассказал о главных традициях масленицы – Богдану Доброконову. Всего семь лет. Конкурс уготовился он вместе с мамой. Мы сначала сделали шесть дней, потом у неё голова отвалилась, и на последнюю ночь мама сделала голову. Мы с мамой сели и искали стих, какой можно было выучить. Поздравляю вас всех с масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережёт вас! Пусть ваша жизнь будет яркой и сладкой, как мёд! Пусть любовь горячий, как свежеиспечённый блинчик. А материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка. Основным символом масленицы являются, несомненно, блины, которые пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Это время называется широкой масленицей. Круглые, румяные, горячие – они словно символ солнца, который всё ярче разгорается, удлиняя дни. В отличие от многих других праздников, в эту неделю не только чревоугодничают дома, в семье, но и часто ходят в гости и приглашают их к себе. Наша съёмочная группа выяснила, как провели масленичную неделю жители Славенска-на-Кубани. Каждый год блины пекём, каждый год ходим на площадь, отдыхаем. Пришли с друзьями, вот у нас подруга сделала куклу красивую, вот эта кукла, вот она стоит. Мы её группа поддержки у нашей, и мы прекрасно. Попробовали блинов, посмотрели, как на столб забираются, всё прекрасно, всё хорошо. Пришли всей семьёй, с ребёнком, с мамой, с мужем. Отмечали весело на работе, устраивали масленицу, всё было чудесно, наели. Сегодня будем доедать. На театральной площади помимо песен и праздничных хороводов, вокруг главного персонажа этого дня – чучело-масленицы – угощали бесплатно чаем и раздавали сушки. А те, кто не успел за всю неделю отведать блинов, могли сделать это прямо во время гуляний. Помимо весёлых конкурсов и хороводов, по традиции всем желающим предлагалось забраться на столб, сорвать ленточку и получить за это свой приз. Александр Ващенков уже второй год покоряет эту вершину. Молодой человек говорит, что главное для него – это не сам подарок, а азарт участия в соревновании. Это было не очень просто, но я старался, пробовал зарезть в прошлом году, в прошлом году я тоже зарез, но сорвал, к сожалению, вместо бумажки ленточку. Это была такая ошибочка. Я волновался весь год, думал ещё раз залезть, чтобы восстановить, так скажем. Всё, сорвал ленточку. В завершении гуляний на площади подвели итоги конкурса «Судариня Масленица-2015». В нём победил фольклорный ансамбль «Кубанские песнолюбы». В этот день народ повеселился на славу. Последний день Масленицы совпал с прощённым воскресеньем. В этот день принято просить прощения у всех родных и знакомых. На что обычно отвечают «Бог простит». Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».